звук с нами нет поехали дождем прокачается разогреется потому что сейчас показывает пока что да вот стрим наш начался начался всем привет это наш очередной юбилейный стрим номер 6 сегодня у нас в гостях артур гимардинов который не нуждается представление артур ты сам вообще как представляешь свою крутость и популярность свою или или нет но только в пределах своей квартиры но это тоже я тогда сейчас обозначу обозначить тему быстро да и мы начнем рисовать и параллельно что-то говорить либо у кого-то из вас либо у меня эхо у тебя скорее всего закрыла youtube где-то тема сегодняшний у нас хеллбой мы будем рисовать либо хеллбоя либо какого-то персонажа из этой вселенной артур будет рисовать слева тут маша тут а я буду здесь справа вот ну собственно говоря можно начинать рисовать дачи нарисовать расскажешь что ты хочешь нарисовать ну первая конечно мысль у меня бывает у нас от самого хеллбоя эта мысль пока что закрепилась в моей голове вот потому что ну хеллбоя я люблю на самом деле но рифа рифа все равно открыл то что точно не помню как он загреет деталях вот и рисовать да я буду хеллбоя постараюсь что-нибудь прикупленное выбить а там как посмотрим как пойдет персонажи там у них много но это надо посерфить посмотреть как они выглядят но так что хеллбой можно просто потом другой раз еще раз его рисовать я имею ввиду понятно что в каждой вселенной куча классных персонажей всех хочется сделать прям зафанардить можно не ограничиваться одной сессии так я посередине что ли опять да у меня тут книжка есть по хеллбою как раз просто интересный момент буду осмотреть если статую поставил обойскую а алиэкспресс покажи покажи еще раз вот такой экземпляр крутой оказалось тяжелее чем мне казалось по картиночке так попробуем чем а кого будете рисовать я в принципе холлбоя хотела тоже давай но он все равно разные получатся его можно сколько года рисовать интересно в разных стилистях посмотреть мне всегда было любопытно в интернете там найти от разных авторов какие-нибудь изображения хеллбоя я тоже тогда буду хеллбоя сколько не рисую всегда разные себя прикольные это да так обучать начали рисовать нет а ты не видишь разного вот ней я просто не видел ничего курсорчик я такой думал блин машин туда зашел вообще так я пока придумал что-нибудь не знаю что так еще будет обещать пока мы разогреваемся может быть артур расскажешь чем ты сейчас занят по работе данным оборту могу сказать наверняка что я делаю не персонажей вот на нашем проекте в rg games но как говорится что бы ты ни делал главное получать удовольствие относиться к этому профессионально вот но когда-нибудь вернусь к персонажке надеюсь и большим иллюстрациям а ты не персонажи делаешь можно говорить я не знаю можно ли разглашать но в общих чертах можно но ну в общих чертах я занимаюсь разработкой каких-то отдельных зданий в черте города городская карта собственно над дними сейчас работаем для нашего проекта пазл брекерс но когда-нибудь вернемся к персонажам боже я забыл как-то тяжело разговаривать и рисовать что-то за это время написал кружочек да уж тоже привыкаем в корм я это нужно накидать и потом из этого уже выцеливать интересно а вот а еще и сейчас все таки стараюсь начать снова что-то рисовать вот помимо работы а ты прерывал я что-то начал да у меня был застой где-то на года три или два с половиной когда я больше играл ведь именно видеоигры и по сути все время на как думал об этом со мной такое случается периодически умный тоже вот и как раз да вот в это время я полностью вообще рисовал только фриланс и только это ну по работе нужно сейчас попробую вернуться ну для этого какая-то цель нужно ты хочешь прокачать портфолио свое или про не захотите портфолио не хотел я хотел ну даже на наверное да скилл тоже попробуйте немножко усовершенствовать слушай куда тебе усовершенствовать это подумала ну как всегда можно вот у меня такая не знаю в жизни ситуация была что когда я начинал рисовать собственная фанатела близовского художника сэма вайзом вот на какой-то момент я поймал себя на мысли что он по сути перестал развиваться и делается в таком стиле и я как бы этим конечно очень опечалился в то время когда был помоложе вот это к блин так плохо что такой классный художник он перестал как-то развивать свой стиль вот и сейчас получается что я сам попадаю в такую ситуацию когда я достиг чего-то каких-то там рамочек и все дальше уже не особо развиваю то есть как бы развиваю но по чуть-чуть не так такими темпами как сейчас молодежь делает вот и собственно так получается что я становлюсь похож на своего папу на самовазе в этом плане вот и собственно этот который раз посносил все игры которые у меня были на плойке которые я очень дико задрачивал вот и дай бог сейчас что-нибудь все-таки начнет снова вырисовывается но мне кажется что тебе нужна цель но я просто знаю что если нет конкретной цели которая прям себе необходимо по жизни ты хочешь достичь что это опять может куда-то зафрустрироваться и но прерваться потеряется мотивация вот конечно да это неплохая тема но у меня с целями разговор короткие когда их ставлюсь и мне потом надоедает добиваться стараться и я короче забиваю я даже в сингловые игры не могу играть мне надоедает потом что ты последний играл последние символы ну да я в призрак сусимы вот поиграл опять же не до конца дошел мне там в какой-то момент надоело вот но я ее все-таки прошел когда появился мультиплеер на игра точнее режим и там можно было получить всякие плюшечки поэтому мне пришлось пройти полностью игру чтобы получить так она вроде хардкора сусима мнение не это совсем это не вот эти соус не она такая более казуальная даже на максимальной сложности там в принципе а как здесь трансформировать изображение сбоку в меню есть лосо и есть слева тут четвертая кнопка нет пятая кнопка слева до пятая кнопка с не сверху это масштабирование слушай твой скилл рисование он просто какой-то запредельный и вот если бы у меня был такой скилл скорее всего я бы думал что окей так типа можно дальше штамповать контент в таком стиле и как бы и наверное не парился да вот можно можно так сделать штамповать там где-нибудь на патреоне что-нибудь и многом роде так но но тебе это не нравится интересно или ты не видишь в этом как умер ну как бы не мне это вполне интересно просто опять же вот из-за этих игр я выпал и сейчас нужно просто начать что-то делать чтобы снова войти во вкус и потом это все придется то есть а у тебя пропал интерес пропал интерес к рисованию не сам интерес как бы интересно но мне было интереснее именно вот во что-то играть там качать персонажей там с кем-то бегать вот но сейчас нужно постараться от этого абстрагироваться ну правда у меня видимо в душе вот это вот геймерство задротство потому что когда я удалил все эти игры я начал играть с дочкой в роблокс скачать там сову какую-то светящиеся то есть мне видимо тут нужно подход менять именно всему этому делу роблокс дает какой-то ядовитая игра визуальные да что-то все прям хвалят но это очень я посмотрел она программер с арт очень напоминает я имею ввиду программер с арт когда арт делает программист а не художник надо ну может быть кстати альтернативы являются помнишь раньше мы всякие челленджи устраивали это вроде как игра там по это разные тебя тоже наш station есть примеры коллабораций и всяких конкурсов ты же много на конкурсах участвовал но это мотивирует а ну не так много это своего рода тоже мотивирует это с кем-то чем что-то делать то есть не одному заниматься вот это вот нужны и стримы мы бы стримы не вели если бы не с друг другом не сколлаборировались очень сложно начать вам еще удобно вы видимо вместе да рядом живете да уж можно и так сказать кто-то мне тут начиркал он посередине признавайтесь кто прям поперек морды я умею только черным цветом рисовать но кто-то на сверху посередине это да вот да вот ты мне кажется давай давай еще там нет здесь все конечно крутая с голубоем слушай артур а ты говоришь то что что ты сейчас персов не рисуешь у меня такое вот ощущение внутри что люди либо рисуют персов и любят их делать либо они рисуют инвирует тоже им нравится это но вот с одного на другое переключаться не каждый может не каждый такой универсал который прям все умеет делать ты по ходу ты по ходу все делаешь то есть и все равно через овай правильно мне как бы но всегда нравились персики вот и наверное потому что как-то большую часть жизни рисовал именно их они у меня получаются лучше вот сейчас с инваром метаешь ну не геморрой но менее приятно так сказать занятия больше можно этого нужно конечно опять погружаться как бы там изучать там свои нюансы просто а какие там перспективы ты имеешь ввиду или прям мне не перспектива именно ну наверное более такие надо из чего состоит что там архитектурно более точно все это было таким вещам визуальная база просто какая-то да 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 вот визуальный баса не хватает полностью надо мозги переключить полностью перестроить все внутренние анализы вообще полностью переделать мышление свое так че-то немножко вот и в общем хочу сейчас начать снова стадики какие-нибудь пилить но такие коротенькие там на 10-15 минут а-ля в день или присест начать потихонечку и постепенно так тянуться посмотрим как пойдет может и раньше закончить чтобы хоть что-то успеть сделать но ты уже нарисовал почитать какой-то резиновую жизнь стараюсь как бы не сильно заморочиться но что будет такое приятненькое делать но это в плане привычки я просто помню сколько я не начинал какие-нибудь такие движухи поначалу там не хочется тяжело не знаю что как но там день через недельку вообще с кайфом начинаешь уже ждать каждого такого сеанса это он тот же инктобер там практика тоже вот это вот всякие скетчи постепенно вливаешься начинаешь думать у нас разве курсоры не подписаны просто в чате спрашивают что не видят кто где рисует нас там курсора с подписью но у меня есть я вижу сюда это же все видно но это именно в программке может быть там на ю тубе это все немножко иначе я подписал на доске все вышлились так а ты инстаграм ведешь качать недавно кто я да ну так же собственно как и вся моя жизнь был какой-то промежуток вот недавно когда я переставал это делается выкладывать только но опять же по работе там че-то но надо конечно возвращать это дело а вот в плане статиков я даже не знаю ну блин что начинать к примеру кечет там обычно это начинаю делать только там когда есть необходимость к примеру в какую-нибудь женские лица там порисовать когда понимаешь что чуть не дотягиваешь немножечко там начинаешь их это ставить либо там лошадины она тоже и бога лошадиные лица и вот блин не знаешь с чего начать на самом деле поэтому когда говорят что там учитель нужен это конечно да ощущается чтобы он себя направил дал какой-то те просто задание будет давать ты будешь делать я я я вот таким подходом вернее с таким осознанием начинаю делать курс какие потому что тебя тебя есть расписание у тебя есть задания которые ты не можешь поменять ты должен делать их но ты делаешь это и тренируешься важно что ты делаешь важно что ты тренируешься вот курсы в этом плане это хорошая вещь я даже думаю что не столько важно сколько что там говорят на курсе сколько именно твоя собственная практика но от меня всегда блин от курсов отстраняло то что это в какую-то обязанность на тебя выкладывают уже но это же тебе полезно да это полезно но всегда как-то заставить прям тяжело в этом плане очень крутые времена когда ты учишься где-нибудь в колледже и ты хочешь не хочешь ты заходишь и счет что-то хоть запоминаешь какую-то базу там получаешь ну в колледже обычно да могут или там в колледже какие-то фундаментальные знания но когда ты проходишь курс это что-то более современное разница ты можешь прям непосредственно своим портфолио работать в колледже или институте ты делаешь программу колледжа или института ты не относится к тебе а на курсах ты можешь просто заниматься портфолио это прикольно ну кстати да портфолио это наша тема поле это обязательная тема это я с графикой тут не освоилась странно артура ты будешь руку рисовать у тебя очень крутые руки я всегда хотел посмотреть кисти наверное надо подвинуться конечно времени занимает много ты их с головы рисуешь или ты их с верхней блин вот кстати я уже очень долго думаю о том чтобы себе зеркало повесить напротив потому что часто какие-нибудь нужны моменты в какой-нибудь позе в такой необычной ты начинаешь либо перед собой просто как-то стараться понять как оно выглядит либо стараться просто простроить по форме уже на рисунке без референса ну я зеркало обычная мне тоже все как положено вот а так ну стараюсь как-то просто подумать о том как рука пойдет там насколько пальцы способны в каком направлении там двигаться отстраняться и так вот поэтому был момент когда руки рисовал ну сначала накидывал какую-нибудь такую фигню и потом так ну да типа форму которая бы мне не знаю там силуэтом как-то нравилось а потом начинал вот по одному пальчику вот так вырисовывать причем по своей ну методик которая мне было понятно что ли это когда сначала начинаешь с какого-нибудь атакового треугольничка а потом идешь раз фаланга там достраиваешь какую-нибудь фигню такую потом там два фаланга достраиваешь идем типа три фаланга это как если начинать фигуру с пальца ноги с фаланги начинай с ногти ну и вот так чтобы не ошибиться там в пространстве простраивал всю руку начинай с фаланги наверно не каждый раз надо делать для тренировки наверно пару раз делать ну я вот одно время делаю это на постоянной основе как-то ну чтобы просто руку построить так правильным направлением сейчас у меня бизик я когда рисую я форму стараюсь такими линиями обозначить правда потом не знаю куда эти линии дети если потом чистовый лайнер не делаю например рисую шею там обрисовываю так вот по линии как форум идет сейчас сейчас у меня такой тип у меня постоянно было такие темы что что-то начинаю новенькое там использовать в работе ну вот а говоришь что уже достиг какой-то точки невозврата надеюсь станет но это опять же вот если больше не думать только выдоха как-то еще стараться именно думать о том что ты делаешь как-то это улучшать то тут горизонт и в принципе расширяются главное это думать постоянно 3d не используешь были я бы очень хотел но я несколько раз начинал и каждый раз что-то на один день не хватает под изучение этого потому что как-то тяжеловато что-то новое изучать но тема конечно полезную недавно когда домики делал пытался этот блендер старался как-то изучить что-то немножко погеморрелся там с этими с направлением там скопированием этих объектов такой ну ладно на зенек хватило поработать все у меня код проснул знаете если мы по на 5 зальем не белым цветом он же нижний да вот так так слишком тем слишком темный вот так ну так получше а то белый прям что ты еще делаешь кроме рисования я да ну вижу там фильм какой-нибудь смотрю иногда ездим куда-нибудь но по сути у меня вот день превратился такую рутину что я просыпаюсь там кушаю сажусь а-ля работать и вечером после созвона начинаю либо отдыхать либо там собакой погулять а вечером потом снова где-нибудь часов в одиннадцать когда ребенок засыпает снова сажусь это уже в одиннадцать ничего себе полно как ну да по-другому никак там а то пока ребенок не уснула отвлекает но у меня ребенок не там не три года и уже шесть лет поэтому в принципе не сильно отвлекает слушая а вот мы сейчас все перешли на удаленку и ну связи с этим нужно как-то свой день менеджить меня с этим проще потому что у меня есть календарь там расписание там все встречи назначены уже на весь день на всю неделю практически а вот тебя я так понимаю встреч не очень много ты именно руками давай чешок у нас только ну да у нас встречу только где-то в 6 вечером начинается на час обсуждаем счет все сделано как и все больше как тебе тяжело работать из дома или или руки но я всегда на самом деле думал что фриланс это что-то такое райское что-то сидишь или делаешь ну чё хочешь у тебя да все хорошо на деле оказалось что вот очень не хватает именно живого общения с коллективом вот я это понял только вот спустя наверное пару месяцев работа на удаленке я понял что блин как было раньше круто там пообщаться с ребятами типа вживую узнать что новенького вот поэтому мы здесь на самом деле мы тоже сидим же в карантинах всяких удаленках и прочим и уже год я уже на стенку лезу то есть из-за локдауна я даже не могу с моими местными друзьями встретиться и это тяжело да реально такая изоляция прям получается поэтому нужно хотя бы наверстывать онлайн тебя спрашивают тебя спрашивают начать и как-то поддерживаешь форму зарядкой занимаешься йогой или чё там со спиной не я ног йога не занимаюсь я вот недавнего времени начал делать по утрам зарядку там отжимание приседания пресс потому что в какой-то момент поймался на мысли ну как-то мысли поймался на физической боли в прямом смысле кто я просто нагнуться не мог у меня спину сразу прихватывала вот но опять же раньше я чаще там спортом занимался гирки тягал но связи с этими многострадающими видеоиграми в которых я и это тоже забрасывал вот сейчас сейчас тоже не начал поскольку там по филансу надо было очень активно догонять но разделаюсь и сразу вернусь вот а еще мне очень помогало от боли в разных частях тела это такой коврик с шипами я просто не уложился катался вот такая классная тема очень не коврик а валик такой ну это из зала да разная тема не 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 мне кажется артур про другую говорит коврик про шипы такие острые я думаю такая же тема ну похоже да у меня такой валик а валик с такими круглыми штуками на них шипчики да просто у меня такая же тема так как зала все закрыты теперь такая же да зала закрыты приходится все тащить домой реально задохнешь просто экипировка ну да опять же это я понял только спустя какое-то время все таки уже не двадцать лет вот а то ты двадцать сдохнешь если у него не может не какая разница да а какие ноги у него да да кстати да еще одна из тем самоизоляции что раньше ты к примеру до работы ходил там минут сорок в день мог пройти да сейчас вообще не двигаешься угу так что зарядка она конечно вообще лучше спасает угу кто-то подсказывает тибетский коврик называется у меня он достался от бабушки поэтому я название не знаю ничего себе бабушка какая продвинутая есть еще индусский она на них спит вообще я помню мы такие штучки при сами пришивали там был набор его надо было пришить тряпки тряпки ну это я опять в ретро в какие-то вот ретро футуризм да вот на сегодня жена привезла еще это именно валик такой с такими же шипами что это внезапные короче такого видимо довольно банального холбоя сделаю не в пол а у нас ну я думала что я совсем графикой обойдусь или я что-то прям еле сдерживаюсь что не перейти в шейдинг опять терпи я думаю когда это сделаешь там уже шейдингом заняться можно тормозить чем чего да у тебя порога я начала примазать может быть просто что-нибудь открыто у тебя нет но у меня вот два экрана проги был открыт ну сейчас ладно закрою один а ну да например а зачем тебе два экрана ну по привычке как футшопе открываешь один на мониторе в маленьком размере а ты на синтики на синтики ну как тебе синтик ну кстати прикольно хотя пока я работал в вовсе я не замечал какой-то такой сильной разницы что на обычном планете рисовать не так круто на синтики и круто на обычном планете также круто вот я порадовался только когда купил я такой ничоси как круто я могу рисовать там прям как на бумаге близко смотреть на это а сейчас уже такой тип окей успокоился ну в итоге ты как-бы за синтик или тебе все равно Ну, если лаве позволяет, конечно, можно взять. Это же очень прикольно. Но у меня в шкафу еще обычный планшет лежит. Если бы было куда его положить, на столе, я бы его, конечно, еще тоже подключил и периодически сменялся бы с синтика на него. Вот чисто так. Когда на простом планшете рисуешь, я не знаю, как-то, наверное, создает такой же эффект, как когда ты рисуешь на мольберте и отходишь, смотришь далека на работу. Да, потому что на синтике ты рукой заброшуешь. Да, и рукой ты как-то близко, у тебя там близко детали, например, какие-то. Начинаешь погружаться именно в них. Кстати, здесь зеркалить можно кнопкой H, если что. А он зеркалит все? Даже ваше работало? Нет. Ну да. Только твое зеркалит. Нет, он видишь только ты, как зеркалится. А-а-а. Ты можешь легко проверять, если что, что ты там сделал. Ну, точно. Надеюсь, попробую снимать. И мы сейчас снимут. А мы так последний, не очень, не посмотрели. Ребят, я хочу еще такое объявление сделать. Вот сейчас там Роман рисует в команде, Тимэр. Если кто-то хочет порисовать прям параллельно с нами, тоже там тему какую-то, то вы можете вместе тоже коллаборироваться, сидеть, рисовать на одном холсте, смотреть стрим, смотреть, что там получается у вашего партнера по рисованию. Это же прикольно. Вот, потом выложить можно. Да. Блядь, это реально клевая тема. Да. И можете еще шерить экран в Дискорде. И если вы находитесь в канале, там, по-моему, видно будет как раз. Мы еще потом будем добавлять как раз какие-нибудь файты, активности. Мы просто пока все до сих пор еще настраиваем, оформляем. Ну, и подписчиков пока еще не очень много. Подписчиков, да. То есть активных пока мало людей, поэтому мы пока сильно не ускоряемся в этом плане. Но в целом, я думаю, мы попробуем скопировать то, что было на форумах, на моем и на Светгейт, и сделать такую движуху мотивирующую, которая будет как раз вот проблема. Вместо того, чтобы поиграть, вы будете приходить играть в рисование. Кстати говоря, нас сейчас смотрит 24 человека. Это прям наш рекорд. Привел. Как здесь блокировать слой, чтобы, когда рисуешь, не заходить до его грани? Создаешь новый слой. Создаешь новый слой сверху. И вторая кнопка, там, где opacity. В общем, над слоями там есть... А, ctrl-alt-j ты можешь нажать, и он будет, как называется. Там же есть такая же пипка, как в фотошопе. Да, да. Как в фотошопе называется. Я уже не смотрю на название. В общем, аналогично, что в фотошопе будешь рисовать только в этом слое. Да, вот, мы бы найти эту... А, вот, все, нашел. Отлично. Я нашел clipping mask. Ты можешь найти. Да, там. Так вот, так и сделаем. Клиппинг групп есть. А ты, кстати, Артур, смотрел последнего хеллбоя? Да, я, к сожалению... Ну, как нет, не к сожалению, конечно. Посмотрел я с радостью, но, к сожалению, он получился не такой, как хотелось бы. Хотелось бы видеть что-то вроде Безумного Макса именно по драйву и по тому, как он запоминается после просмотра. Вот, но на деле он оказался, да. Там очень мне понравилась визуальная, как бы, составляющая, такая прикольная, мрачная картинка с таким налетом реализма. Плюс персонажи Бабка Ёшка, вот это тоже очень крутая. Вот, я сначала думал, что в комиксе лучше, но, в принципе... Мы не смотрели пока. Пока что не смог, как бы, подумать, как она будет лучше выглядеть. Надо будет посмотреть. Но там главная проблема именно с повествованием. То есть там как-то нелогично? Да, там есть такие просадки в плане логики. Как-то события, там сцены между собой немножко скачут. Слишком резво. А здесь есть реагирование на нажатие а-ля в плане, чтобы, когда слабо нажимаешь, прозрачно рисовал? Там есть density, opacity, в настройках кистей. У тебя только заливочная кисть, что ли? А, знаешь что, попробуй в настройках Вакома включить Windows Ink. В настройках Вакома, да. Просто так как это браузерная штука. А где это? Настройки Вакома. Из интика твоего. И там последняя вкладка. Сейчас. Там, где нажатие снизу, там кнопка. Там, где, нет, не жесты. Там, где настройка пера и маппинг. И там нужно use Windows Ink. Если ты на Windows, конечно. Там галочку нужно поставить. Не, не, я не на Windows. Я на Mac. На Mac. На Mac. То же самое. Итак, стоп-кадр на камерах. Сейчас попробуем. О, зачем? Нет, у нас камера как-то что-лиключит. То есть у тебя без нажатия получилось? Нет, програмка, конечно, интересна. Нет, у меня какое-то есть нажатие. Но, конечно, не как в футшопе к этому. Надо привыкнуть, либо не требовать многого. Я бы сказала, что здесь очень мягко. Можно просто кисти подключить. Понастраивать. Там есть жесткость. Вон, попробуй. Оно не блендит, конечно, прям как. Ага. Ну ладно, справедливо. Не беда. Так. Надо просто привыкнуть. Да. Вот. Ну что, сейчас... Опять отвалилось, что ли? Нет. Сейчас вроде все нормально работает. Просто Артур отошел. Кота с плевого. Нет. По-моему, меня перебросило на какое-то другое видео. Внутри человека смотрит. У тебя нет. Какое-то тело. Сейчас посмотрим. А та с плевого. Нет, по-моему, меня перебросило на какую-то другое видео. Нет. Вроде идет видео. Четыре человека. Ну... Сейчас... Сейчас стрим продолжается, короче. Все нормально. Потом его склеим. Ссылка другая. Ну ладно, склеим. Ну, камеры не будут работать. Я начал камеры настраивать, а они почему-то все время рушат. Софт. Может быть, сервис просил. А у нас сегодня огромное грозище было. Я... Ну, с прям... Я не думаю, что это с ним связано. Кто его знает. Артур, ты тут? Да. Судеб по курсору. Кота вроде. Так. Слышно, да? Да, да, да. Да, все хорошо. Камеры, да, я пока не буду включать. Выстановился, да? Стрим оборвался два раза, и какой-то у нас... Давайте нас нарисуем внизу. Кто стримит? Нарисуйте себя внизу. Мини-портреты. Ну, еще один вариант, что без видео. Так, пистолет. Где-то надо найти. Артур, а ты начинаешь рисовать с контура всегда, да? Ну, скетч, потом контур. Ага. Потом ты его красишь. Ты никогда... Я много раз пробовал как-то от пятна, но каждый раз больше времени как-то занимает обдумывание. И плюс как-то менее аккуратно, чтобы... То есть всегда хотелось, чтобы чуть более аккуратненько, ну и, не знаю, стилизованно, что ли, выглядела работа. А когда от Вьетнана, не совсем так получается сделать. Ну, ты такой перфекционист вообще. Ну и главное, причина... Нет, далеко нет, к сожалению. Но... Мог бы быть, если вы сложились иначе. Да. Ну вот, и как бы, ну потом уже смотришь, когда на свою работу, конечно, более нравятся те, которые более аккуратно сделаны, где там все четенько, линии. Я же говорю перфекционист. Ну, в первую очередь, конечно. Нет, перфекционист, мне кажется, это все-таки тот, кто более ответственно подходит к своей работе, там, не допускает каких-то мелких насеков. Так. Вот, а к разговору о том, ну, вопрос, который был ранее, типа, как я успел такого достичь от нами, потому что у меня раньше не было таких игроков. Которые я хотел бы так задрачивать, потому что такие мультиплеерные, это только Warcraft раньше был, но опять же я его удалил в момент, когда понял, что уже не получаю удовольствие от игры, а от просто этих коллекционирую питомцев, пэтов. И я игру удалил и снова начал там что-то рисовать. Вот. И играл больше в такие синглплеерные, там, Бог войны 3, God of War 3, например. Вот. И там задрачивать, в принципе, ну, не получалось, потому что если ты задрачиваешь, ты игру проходишь просто и все. А сейчас что-то вот. Началось все с игры Destiny. Ты так начал подсаживаться. Я много в Destiny играл. Я тоже. Я люблю эту игру. И опять же, вот ее удалил, когда понял, что очень-очень она мешает работе, потому что, ну, не работе, а вот именно развитию личного. Потому что, опять же, приходил домой первым делом, думал о том, что сейчас включу, пройду там пару рейдов и играл день до трех там ночи. Каждый день. Это ужасно страшно. И вот для меня единственный, как бы, фактор, который может помочь это избежать, это удаление полное игры и всех аккаунтов этих. Я тоже так делал. Играешь, играешь. Приятно слышать. Потом просто стираешь все. Леша меня обычно бросает, он меня затаскивает в какую-нибудь игру, играет там недельку и бросает, а я потом еще год играю. Так вот. Ну, я сразу смотрю, ага, подсел. То есть я чувствую, что я подсел на эту игру. Все, это первый сигнал, что надо стирать ее, потому что я боюсь. Да, слушай, вот это нужно уметь почувствовать этот момент, когда ты подсаживаешься. Вовремя. Это может спасти от краха. А расскажи про Hearthstone. Ты вот много карт делал для него. А сколько ты по времени карту от нафигачишь? Ну, у меня никогда не получалось целый день ровно сидеть и фигачить так, чтобы не усуметь это засечь. Но обычно у меня получается примерно один вечер, там где-то с 11, там, к примеру, до трех. Это на какой-нибудь набросок, ну, там, именно, чтобы все элементы, рисунки были уже не вырованы, хоть грубо, но на своих местах. Это примерно вот четыре часа занимает. Потом еще четыре часа трачу на лайнер. Полностью, там, со всем построением, со всей фигней. Вот. Потом еще четыре часа примерно трачу на ЧБшечку, чтобы полностью ЧБ сделать. И потом, вот, да, у меня как-то так с ЧБ, вот, моя история вплелась в моего искусства, скажем так. Вот, а потом, надо вспомнить, сколько уже на финализацию. Да, с памятью на стриме, пока рисуешь, прям чудеса такие происходят. Ты не обращай внимания, это, видимо, нормально. Там, мозг занят рендером. Ну, вспомнить, что-то слышно. Именно на рендер уже, на финализацию, начиная от набрасывания базовых цветов на ЧБшку, это, наверное, может занять примерно по шесть часов в день, ну, по шесть, по восемь, в зависимости от того, насколько сроки прогорели. Прогорели? А почему же они прогорают? То есть это так эффективно все? Ну, вы же понимаете. Как это положено, все на последний момент тянешь, а потом это, за пару дней. В твоем описании все очень бодро, гораздо бодрее, чем у меня. Ну, меня реально сроки. Приятно слышать, на самом деле. Потому что я думал, что я один такой, как это часто бывает, каждый думает, что он единственный, у кого такие проблемы возникают. О, косяки, да? Ну, да. Я у тебя цветы там стырил. Да, пожалуйста. Я тут натыкала, вот где цвета берут. Ну, и возвращаясь к этим клюстратам Хардстоуна, где-то дня три по шесть или, ну, по восемь, врядь, конечно, по шесть часов, это уже на финализацию там свет, плавненько там детали все почистить, чтобы все было красивенько, все подвести по тону. То есть где-то четыре дня по три, по четыре часа я трачу на подготовку такую, и потом уже еще дня три уже более плодотворной работы на финализацию. Ну, это в лучшем случае, если хочется, чтобы картинка получилась более красивая, с проработкой там каких-то деталей. Я готовлю супер-мега-вопрос, который тебя в ступор поставит. Мега-вопрос? Пока, да, порисуй, не нужно. Интересно. Потому что ты потом забудешь, что надо делать. Нагнал в хоррор? Да. Я уже начал забывать. Это хорошо. Я его накосечила, конечно. Когда мозг выключается, рисуется лучше. Это точно. Ну, когда, да, замолкаешься. Это стопроцентно. Когда погружаешься в работу. Ну, кстати, в этом плане даже иногда проще говорить или рисовать. Ты перестаешь о работе думать и руки написать. Ну, это когда более механическую работу выполняешь, помогаешь. Когда тебе не нужно запариться над дизайном, над конструкцией, над концептом. Это, да, тогда какой-нибудь фильм включить, монотонный, там, «Лусынка лет» или «Хоббита» на несколько часов. И просто на «Автопилоте», там, шейдишь. Блин, я так не могу смотреть. Если я фильм включаю, я фильм не читаю. Я тоже и отвлекаюсь, и смотрю фильм. У меня и не работает. Ну, тут это. Главное подобрать фильм, который не слишком интересен, и который ты еще, наверное, не смотрел. То есть, если ты включаешь фильм, который ты не смотрел, и тебе он нравится, погоди, я ляпнул. То ты его будешь смотреть. Который ты уже посмотрел, тебе он нравится, ты знаешь, какой момент сейчас будет. Ты уже предвкушаешь его и думаешь об этом моменте. А когда ты не знаешь, что там будет, у тебя там что-то происходит, желательно без особого экшена. Лучше, когда много там диалогов каких-нибудь. Тогда я не особо отвлекаюсь. Я помню, за одно время уже я переключал. Блин, я не могу без рендера, короче, да. Это моя слабая пита. Слушай, Артур, какие у тебя по жизни цели? Что ты хочешь? Че себе ты вообще, конечно, сгенерил. Сидел, генерил. Кто у меня по жизни там? Че ты хочешь вообще? Принципы? Ну да. Блин, на самом деле, я не знаю, че я хочу. В этом плане у меня жена точно знает, че она хочет. Ехать куда-нибудь за границу. Жить именно, да? Снять дом и... А? Жить. Скажите. Ну да. Вот. А я, ну, такой человек, что мне и тут хорошо. То есть я привыкаю к чему-то одному и немножечко боюсь делать какой-то новый шаг. Потому что я вдруг там плохо, а вдруг не смогу. И как-то, ну, не хочется что-то рыпаться. А вдруг хорошо? Поэтому в этом плане... Пока не проверишь, не узнаешь. Да. Это да, конечно же, нужно. А вот что-то попробовать, чтобы понять, нравится тебе или нет. Вот. В этом плане я просто разделяю стремление моей жены. У нее... Потому что амбиции побольше, чем у меня. Мне так хорошо. У тебя жена рисует или не рисует? Не, она фотограф. Вот. А еще у меня слово «паразит». Вот. Я заметил. Жена фотографа, она рисует что-то там маслом. Но рисует не так часто, чтобы... Ну, чтобы посвятить этому, там, большую часть своей жизни. Короче, для нее это хобби. Когда увидеть что-нибудь, там, вдохновиться. Так. Ну, вот, допустим, вы переедете, и вам там понравится. Вот. Ты дальше что хочешь? Так же просто... Ну, с меня-то взятки гладкие. Буду так же работать, удобно сидеть. Как на фрилансе, там, на аутсорсе. То есть, как бы, мне, по сути, смена действия никак не помешает, не поможет, наверное. Но хотелось бы где-нибудь, где, там, очень круто развита, не знаю, комикс-индустрия, там, игры, чтобы тепло было. Это, конечно, хочется. Это Калифорния, по судя по технику. Видимо, это... Я сам не знал, кто это такое, попадает в Калифорнию. А почему комиксы именно? Комиксы вроде сейчас везде можно купить. Да, но в России это все же не так развито, как где-нибудь с границей. Хотя вот тут узнал, что в Америке у них комиксов тоже что-то не так уж и развито. Да, ладно. Никто, кто мне это сказал, но говорили, что у них комиксы не так, как в фильмах, огромные, наверное, такие магазины, где там стеллажи, гики какие-нибудь хоть, а что у них там такие, как Союз Печать, лотки, где продают. Я не помню, кто это мне рассказал, вот недавно. Может быть, Костя Вавилов. Может быть. Он как раз, по-моему, из Калифорнии, да, сейчас? Угу. Ну да. Так, мне еще пистолет надо нарисовать. С пистолетом, да. Полный костюм. Ну, чтобы не скучно было. Угу. Так. Вот, конечно, что единственное, что мне в программке не нравится, это то, что это не фодшоп. Есть такое. Непривычно. Есть такое, да. Сейчас закончите, вернусь в фодшопик. А я, кстати, после этих стримов с таким кайфом рисую работу в фотошопе. Мне так хорошо там. Я захожу и кайфую, боже мой. Потому что до этого у меня... Хочешь какую-нибудь кисточку другую сейчас? Он меня, да, чуть-чуть стал бесить, но после вот этой программы я прям менялась. Ты рисуешь... Ты рисуешь... Какой он, какой он полезный. Да, двумя кисточками все-таки... Угу. Потом чувствуешь, что... Тут что-то как-то странно. Не знаю, это может только у меня, но обычно и круглый нету. Такой... Прозрачный. Ты пара крути... Так там... Попробуй шейп. Ты, может, не открыл настройки? Тыкнуть на шейп, там можно выбрать. На шейп ткни, да. Не, шейп здесь только вот круглый, остальные все про написано. Там есть четыре кисточки, две более жесткие, две более мягкие. И еще шейп, если ткнуть на картинку, там есть треугольник, квадратик, лапка, сердечко, по-моему, там это... А, может быть, это про тоже. Ну, мы не можем рисовать. Сейчас как-нибудь отстреляюсь на этих ваших... К сожалению, вот эти квадратики, сердечки, они делают лестницу. Получается... Ну да, если увеличить эту кисть, то она рисует в такой лестнице, и такой шум получается. Ну, не знаю. Для типа фактурной кисти. Ну, я такой не люблю. Мне такой не надо. Ну, ладно. Я вот density убавляю вместо opacity density. И hardness кисточки убавляю, и хорошо так, в принципе, идет. Можно даже... Ну да, вот здесь вот. Я вторую справа софтинг беру, убавляю density и убавляю hardness. И получается, в принципе, можно опасить и немножко что-то такое похожее для шейдинга. Можно hardness еще подрегулировать. Слушай, Артур, а вот тебя в Blizzard не приглашали? Интимный вопрос? Несколько раз. Че-нибудь еще? Че-нибудь еще не так как? Мне пару раз пришивали тестовое, но, опять же, из-за своей натуры такой, что, блядь, тянул всегда до последнего раза. Один раз я в итоге даже не начал тесты выполнять, а другой я сделал сейчас спустя три месяца, по-моему. Мне написали, что арт-директор с этого проекта, он там отдыхает сейчас, он напишет потом. Я такой, ну, непонятно, короче, так окей. Ну, вот, и я такой, ну, ладно, мне тут хорошо. Ну, сюда ты тоже не поехал, тебя же сюда, в принципе, тоже же приглашали, правильно? На Кипр? Да. Ну, на Кипре я был две недели. Ну, можно сказать, что да, это, как мне показалось, похоже больше на такую большую деревню. Так и есть. Делать нечего. Ну, а я всегда, ну, до самоизоляции любил там в баре посидеть, в кино сходить. Ой, слушай, это вот тут навалом. Ну, кино... На самом деле... Ну, там кинотеатры-то, не на русском же, наверное. Не на русском тоже. Да. Тут театры, ну, до локдауна здесь очень много. Здесь каждые выходные было какое-нибудь шоу, там, фаер-шоу, мотоциклетное шоу. То есть постоянная какая-то жуха и очень много на русском языке. Мы, если честно, когда переехали, я даже немножко подбешивала, куда-нибудь, ты понимаешь, что везде русский. Ну, хотелось там попрактиковаться в английском, что-то там. Но везде русский, ладно. Да, это когда был, меня тоже это поразило. Сначала первого русского встретили с радостью в супермаркете, а потомские так, что-то их многовато. Пойдем все на кассу. В супермаркете все говорят на трех языках. Они говорят на греческом чисто, на английском чисто и на русском, без акцента. Ничего себе. Очень много иммигрантов, которые из СССР еще приехали. Да. Тут в этом плане интересно. Люди очень разные. Леш, ты, кстати, еще с этим, с Скотт Итан, проходишь у него еще курсы? Нет, я уже прошел. А, все, закончил и как лев. Да, офигенно вообще. Такое инъекция такая была. Инъекция. Инъекция анатомии. Сайт немножко изменился, по-моему, да? Сайт? По-моему, да, немножко изменился как-то. А, да я не знаю. Я же не фанат Скотта Итан. Да. Просто, да, я был... Я получил просто информацию по анатомии. Она, к сожалению, начинает забываться со временем. То есть мне казалось, что я прям так все теперь понял и знаю, но... Без штудирования этого и повторения, она уветривается. Да, забывается только так. Я тоже же сдавала там даже экзамены по анатомии на отлично. Я не помню, я вообще, как что там называется. Не могу чуть-чуть. И вот как с этим, блин, бороться? Только постоянно, ну, в какие-нибудь стадики. Постоянно, да, да, постоянно. Еще и проговаривая название при этом, чтобы потом объяснить кому-то, что ты тут нарисовал. Мы пока не используем режимы смешивания, но они тут есть. Я использую. Но иногда в конце работы можно смешать. Я использую. У меня сейчас сверху лежит мультиплай. А слой... А я рисую цветом поднимем. Я так понял, Артур тоже самое сделал. Он тебе зеленый? А почему он у тебя зеленый? Просто так? Может, гамма и звучание? А это, знаете, как вот Халк? Он зеленый, да? Да. А есть серия в комиксах, где он красный. Это разрыв шаблона. У тебя он зеленый. А я подумал, наоборот, сделать. Ну ладно, подумал. Что он такой, типа, проклятый. Подумай, сделать. Или из параллельной вселенной. Параллельная вселенная. Я, кстати, сейчас, если там кому-то будет интересно, пробую работать без особой проработки в ЧБ. Потому что понял, что потом многое все равно перекрашиваю. И сейчас стараюсь делать более базовые какие-то шейдинги в ЧБшечке. А потом уже просто фигачить цветом. Получая, так сказать, удовольствие. И, в принципе, нравится, как получается. Последние, там, три иллюстрации для Харсона как делал. То есть ты грубый набросок делаешь, а потом финализируешь? Сразу цвет. Ну, не столько грубый, но очень, наверное, широкой и мягкой кистью. Так какие-то базовые тени там накидываю. Вот, а потом просто уже, ну, разделяю так же и не градиент мапом, а через hardlight делаю. Базовые цвета какие-то накидываю. Потом просто уже трачу время на проработку именно поверх. Overpaint такой. Сколько ты по времени вообще рисуешь? Сколько ты этим занимаешься? В жизни? Ну, а где еще? Где ты еще рисуешь? Может быть, за день. Да, да, вообще, в принципе, сколько ты занимаешься рисованием? Ну, вообще, как бы, с детства рисовал, очень много срисовывал, там, из комиксов что-то, из мультиков. Даже помню одного и того же персонажа мог копировать там очень много раз, просто детали какие-то добавляя. Вот, там, из журналов. Но когда уже, там, мне было лет 20, начал уже там по Варкрафту что-то рисовать. Вот это более-менее такое осмысленное рисование уже началось, когда я, там, начал учиться персонажей рисовать, как-то так. Потому что, когда я только начал рисовать орков, вообще не знал, как они рисуются, рисовал просто людей с этим, с клыками. Ну, понимал, что что-то не так. Но, кстати, не было такого, что начал открывать, ну, картинки там, срисовывать. Мне это очень пришло. Понимание того, что так нужно сделать, чтобы правильно какие-то элементы рисовать. И сейчас я это очень хорошо понимаю, что, чтобы что-то нарисовать, нужно сначала поставить это, понять, как это устроено, чтобы выглядело уверенно. Ну, еще можно поставить. Ну, а как ты будешь рисовать то, чем ты знаешь? Ну, да. Просто некоторые, ну, если концепты делаешь какой-нибудь неведомой зверухе, то... Ну, да, вот пистолеты я, например, что-то не особо рисую. А я сейчас нажал буковку D, у меня что-то все пропало. Куда пропало? Сейчас я сохранюсь и тоже нажму. А, вот все. И так не пугай. Знаю, что это было? D, это... А, я себе переменил уже хот-кей. А что это D? Я не манирую. А так можно? Hardness переменить? Да, можно. Но тут надо логин. Надо логин иметь, там будет настройка. Это программа очень дисциплинирует как раз своим аскетизмом, потому что в ней нет ни фильтров, ни морфов, нет всего того, что есть в фотошопе, есть там две кисти. Ну и максимум лосо, и там пару этих наложений, и все. И как бы раскорячивайся, как можешь. Ну да, вот как в старых фильмах, когда людям, не имея каких-то там средств, приходилось экспериментировать, придумывать что-то новое. Фильмах старых. Ну аля, там я как-то посмотрел четырехчасовой ролик о том, как сигнали восставшие из-за. О, четырехчасовой ролик. Да, я как раз под работу включил. Я, например, все жесткие объекты всегда сейчас вообще в 3D строю. Тот же пистолет, я бы его даже не стала бы рисовать сейчас. Я бы его просто полванку сделала, поставила бы, как мне надо. И все, на этом. Ну это, кстати, да, хороший принцип. И тут вот сейчас как-то косячить надо. Вот тут. Косяк, сказал бы, что получаю удовольствие просто. Ну да. От процесса. Я тут тоже несколько лекций посмотрела, прониклась, прикольно. Блин, вот нужно найти время это все смотреть. Вроде круто. Я вот какое-то время вставал там где-то в 5 утра, чтобы, ну, такие вещи сделать. Там отвечать на какие-нибудь письма, смотреть какие-нибудь ролики. Мне кажется, все равно мы распределяем время. То есть ты что-то же в итоге, на что-то же это время тратишь? Зачем в 5 утра вставать? Ну, раньше как бы. Ну, просто у меня было обычно я встаю, пока покушаю, там уже работать пора садиться. То есть там не до просмотра каких-то таких лекций, там ни на письма, ни в ВКонтакте, там ничего не ответить. Сам говорил, что ты работаешь под видео, можно под тот же какой-нибудь стрим работать. Но все-таки такие ролики хочется послушать, о чем они говорят. Опять же, когда ты начинаешь прям слушать и не кратиться, ты немножко от работы уже отвлекаешься больше. Поэтому такие вещи хочется прям, ну, конкретно. Блин, пистолет дурацкий у меня получился. Аааа. Рост холбоя 195, а вес 227 килограмм без кота. Интересная информация. Это так написали комменты. Не знаю, там вроде не было кота. Был. Был кот? Конечно, у него там любится. Ну, холбоя котов любит. Ааа. Жену помню, кота нет. Он сильный и независимый, поэтому у него есть кошки. Много кошек. Понятно. Так. Хочешь, он такой крыльный-то. Без камеры, наверное, не так. Пожилом маслом попробовать пописать. Ну да, наверное. Прямо сейчас? Ты до стриме. Подожди. Надо сначала до стримить. Нет. В целом она такая. А ты не пробовал маслом пописать? Хотя я никогда. Я когда в колледже учился, я уроки по живописи всегда прогуливал. Вот. Поэтому ни одного портрета маслом не получил. У вас масло было в колледже? Ты какой-то спортивный, помнишь? Ну, не масло, но я вижу вообще. Поначалу. Ну, это театрально-художественное. На мультипликаторы там учил. Понятно. Вот. Но, как бы, рисунок посещал, а потом живопись начал прогуливать. У меня маслом не рисовали. Только акварель была, гуашь. А я что-то припоминаю, у нас, по-моему, было масло. Я помню запах. И что штаны испачкал. Презалась. Так. Леш, что у меня с пистолетом не так? Я его не разбираюсь. У тебя барабан. Да, он у меня как-то залип. Вот он, к идее, вот здесь. Вообще у него пистолет не такой. У него там многозарядный. У него, ну, не знаю, я реф вот открыла. Сейчас же я совсем, что ли, из головы пистолет рисовать. У него, по-моему, там четырехлещий, шестизарядный. Какой-то вот такой вот. У меня просто не совсем такой рак, поскольку я нарисовала. Пистолет, насколько я знаю, там вот такая вот штука. У него есть там вообще какая-то громадная пушка. Дула. Сюда вставляется барабан. Вот тут такая вот шелезячка. Ну, тут типа есть? Тут она перелануется. Что за фантазия создателей таких комиксов? Ну, классная фантазия, чё? Народ, он, радуется. Я люблю Холлбой, а мне вот именно комиксы классные они. Правда, я вот не одолела такой стиль. Но это может быть в фотошопе я графику сделаю. А здесь у меня что-то... Нет, у него не может быть два пистолета, потому что вторая рука у него каменная. Ну, может быть, она у него и есть, эта пушка? А, у него есть такая типа ракетница какую-то. Ну да, да. Очень большая. Такая толстая. Её как-то там зовут Большая Бетси или что-то в этом духе. Да, да. Ну, опять же, да, смотря где в киношке или там в комиксах. Или ещё где-то. Так. Большая Бетти. Бетти. Ну, в Холлбочке в нём графика совершенно бомбическая. Я что-то недавно открывал, просто пролистывал, искал какой-то сюжет. Из комиксов. И прям такой, вау, какая красивая графика. Обалдеть. Надо перечитать будет ещё раз. В комиксе? Угу. Ну, я себе периодически покупаю разные, да. В этом, в Чукудике. Но, в основном, только эти, всякие мистические такие истории. Либо, если покупаю, там чисто из-за художника. Былось такое. А сам не это не хотел рисовать? Ну, в детстве рисовал, но потом как-то появилась игровая индустрия. Ну, пойду туда. То есть ты предпочёл игровую комиксом, хотя комиксы тебе больше нравятся. Ну, у меня, например, не было. Ну, это в России комиксы тогда не были развиты, когда я после армии устроился на работу. Поэтому. А так я в детстве, конечно, любил. Ну, в юности, естественно, когда появились у нас первые комиксы, там, Человек-паук, Фантастическая четвёрка. Вот это были очень крутые комиксы. Это как раз, когда я ещё учился на ювелира. Вот, ещё и на ювелира учился. Ну, да. Но оттуда меня выкинули через два года. Потому что я, по сути, туда пошёл. Как минимум за компанию с ребятами, которые тоже туда пошли. И потому что там можно было рисовать. Там рисунок, живопись были. Тебя выкинули за то, что рисовал? Не, за то, что я как раз с металлом очень плохо работал. Меня два года тянули. А потом сказали, что, чувак, ты нам ещё спасибо скажешь. Я такой, блин, нихера вы борзые. Не скажу вам спасибо. А потом такой, блин, реально, ну, чуваки не знают, о чём говорят. Да, я, если бы был пообщительный, я бы вернулся к ним и сказал бы спасибо. Точнее, никогда не поздно. Ну, может быть, я потом скажу. Но прошло уже слишком много времени. Так, трубочек. Да, вот мне тоже его в 3D захотелось сделать. Я тоже так как-то стала рефа смотреть. Такая думала, о, какие формы. Да, он такой фактурный очень товарищ. Что-то я как-то... Терпим, терпим. Терпим? Да. Не бросаем стрим, не убегаем рисовать маслом и в 3D. Да, есть такое. А у тебя нет такой проблемы, что ты переключаешься между тем, что тебе интересно? Ну, то есть, допустим, начал работать. Когда я работал, когда я в офисе работал, я мог начать что-нибудь рисовать там, например. Потому что это казалось интересней. Но, ну, как бы сейчас такого нет. Не знаю. А что значит начать рисовать? Просто что-то начал рисовать для себя? Ну да, там какой-нибудь какой-нибудь челлендж. Да. Ну да. Ну, не тазик, конечно. Стадик, стадик. Не тазик, стадик, стадик. Ну да, вот это я практиковал. Меня опять плохо слышно, да? Не, нормально. Не, у меня просто периодически бывает такое, что слышится не то, что есть на самом деле. Ну, потому что меня часто очень переклинивает, я преподавал ювелирку. Обалдеть. У нас тут даже преподающие ювелирку смотрят. Неудивительно. Да. Не хухры-мухры. Удивительно. Ну, why not? Вообще, то, что у нас в голове, и то, что мы думаем о других, и это в том числе о тех, кто нас смотрит, или как нас воспринимают, очень часто полная чушь. Я просто стала мечать. Даже с этими стримами думаешь, блин, какую фигню я там несу. Потом смотрю, да нет, вроде терпимо, нормально. И мне кажется, это хорошо, это не даёт как бы зазнаться. Постоянно. Зазнаться? Да, зазнаться никак не получается. У меня только такой постоянный идёт. Ну, это опять же, кажется, да. Как у тебя с самокритикой обстоит дело? Или у тебя нет такого? Стараюсь не перетиковать себя. Ну, у меня есть, если можно так выразиться, что я не считаю, что я какой-то там хороший художник. Я просто, ну, такой чувак, который любит рисовать, любит с кем-нибудь пообщаться на эту тему или на тему игр. А вот во время, допустим, когда ты рисуешь, что у тебя нет такого, что ты там, допустим, блин, какой-то фигня получается, закрываешь, уходишь. Бывает такое? Ну, бывает, потому что получается реальная фигня. Как бы просто, чтобы получилось что-то. Не, я просто сам понимаю, что нельзя вот так с бухты-барабты нарисовать что-то хорошее. Нужно немножко там поломать над этим голову, поделать несколько там вариантов, например. И тогда получится что-то клёвое. Ну, да, но у тебя в голове, наверное, есть какой-то отсчёт, когда это хорошее должно получаться. И если вдруг оно не получается, бывает у тебя там приступ ярости какой-нибудь? Не, у меня бывает просто это. Пойду прилягу, что-нибудь полежу. А, отвлекусь, да? Это очень помогает. Да, хотя бы просто встать там, не знаю, со стороны посмотреть на работу, и в какой-то момент ты просто видишь, как можно сделать лучше, где какая ошибка. То есть на это нужно время. Пойду не держу, но вдохну. Многие бросают просто, понимая, что у них там что-то не получается. Они просто бросают, не дорисовывают, не доделывают. Да, я тоже так делаю. Но только не с фрилансом. То есть фриланс-то закончить по-любому надо. Ну, да. А какие-то вот проекты, которые персональные, у меня очень много, которые я закинул. У меня было много идей там вот нарисовать всадников апокалипсиса в виде таких роботов своего рода. То есть там война, какой-нибудь здоровенный танкоподобный робот, похожий, ну, красный весь там, на самурая похожий. Какой-нибудь там смерть, такой модный хай-течный черный робот с карбоновым покрытием. Ну, в таком стиле. Ну, течи, рефы и все, что осталось от той идеи. Просто роботов я рисовать не умею. Зачем ты тогда взялся, если ты не умеешь, ну, допустим, научиться хотелось. Мне очень нравится, что он тагирует на разные темы. А это нужно время. Пробедняется он, все умеет. Роботов вам круто рисует. Ну, я шучу, но понятно что. Ну, в этом всем нужно разбираться, чтобы хорошего робота рисовать. Но я вот, кстати, не знаю, может ли человек одинаковый, ну, конечно, может, но это какой-нибудь азиат задроченный, который может рисовать там и фэнтези, и рыцари очень круто, и роботов. Вот. То есть, как бы, я не знаю, это вообще нужно в нашей области, чтобы быть вполне преуспевающим. Нужно ли быть настолько разносторонним? К сожалению, я так поняла, что разносторонность как раз не приветствуется. Ну, так как я как раз люблю делать совершенно разные вещи. Я поняла, что приветствуется скорее, когда ты все время делаешь одно и то же в одном стиле, и заказчики знают, что ждать от тебя. Чем когда тебя колбасит от робота фэнтези от фэнтези. Ну, потому что меня колбасит, я могу поэтому сказать, что, блин, нет. С одной стороны, да, с другой стороны, есть примеры художников, которые работают для крупных проектов. И в портфолио видно, что он, допустим, для Assassin's Creed сначала сделал, а потом фигак и для какой-то стилизации сделал график. А, ну, да, да, бывает. Я даже не знаю, как мне складывать мои, допустим, 3D-шные работы в портфолио, где у меня, например, есть вообще какие-то монстры. Допустим, какие-то у меня кавайные работы, а потом вдруг раз, рядом монстры, и как это вообще вместе будет выглядеть, как будто это разный человек делает. Поэтому у меня даже и... Да, отдельный канал заводить. А у меня, кстати, здесь тоже почему-то тормозит и даже не рисует. Перезайте просто. Что происходит? У меня один слой. Вот он. Перезайте по этой же ссылке. А здесь сохраняться можно или нужно? Да, тут можно PSD-шник сохранять. Да, можно PSD, и там будет все по слоям. Мамонов. Мамонов, а кто такой Петр? Петр Мамонов, ну ты что, совсем не знаешь? Нет, не все эти. Это ж наш самый главный подвижник. Ну, просветите. Звуки Моу. Что? Чего? Ну, звуки Моу, группа у него. А, то есть это музыкант? Ну, как музыкант? Я не знаю. Он просто творческая личность. Да, он играет на гитаре, но он там лобает так простенько. Ну, я не в теме. Ну, крутой чувак, да. А если не он играл, монаха? Да, да, да. Вот он как раз сейчас в религию вдался. Если монаха, то я знаю, да. Остров он играл там монаха. А, Остров, все, тогда знаю. Он играл царя в царе. Тогда знаю, да. Просто сказали, что у тебя голос на него похож. Интересно, вот у тебя. Вот так вот. Да. На твоем голосе, значит. Мне кажется, не, не похож. Ну, может быть, в записи так звучит. Короче, маслом рисовать я бы хотел попробовать, но главное, что останавливает, это вот, что каждый цвет придется подбирать. Ой, там ты можешь начать опять же с того же ЧБ. Ничего не подбирать, просто в тонне сделать картинку, прочувствовать, как оно. И потом вводить постепенно цвета. Ну, просто я рисовала маслом с удовольствием. Я, на самом деле, в детстве еще рисовала маслом. Еще до того, как я научилась вообще рисовать нормально. Это у тебя родители? Нет, нет, мне просто подарили набор. Так как я очень много рисовала, мне подарили набор масляных красок, там, кистей. Ну, там, я же не родители, а друзья родителей. И я фигачила. И холстов мне там надарили. Я с удовольствием фигачила, так как я тоже не понимала, куда, чего. Я начинала вот там с одной краски, с двух и так далее. Ну, и постепенно начинаешь усложнять палитру. Она еще, тем более, не сохнет, не сохнет. То есть ты потом используешь то, что намазал на палитре. И, ну, это прикольно, это удобно. Ну, да, это вот, опять же, нужно начать делать, постепенно усложняя задачи, пробуя что-то новенькое. Да. Нужно просто начать. И интерес, как бы, ну, постепенно придет. Он не рисует, как-то странно. И лучше делать это в группе. То есть найти себе какого-нибудь товарища, который будет тоже заражен идеей порисовать маслом и с ним обмениваться опытом. Это как в бизнесе, знаешь, вот... Об этом прелесть в школе. Ну, или в колледже, когда находишь в школе, что вы там рисуете постоянно. И вот это золотое время. Да-да-да-да-да. Когда группа, ты видишь, что все делают, и ты тоже делать начинаешь. Среда на тебя влияет очень. Да. Один часто забиваешь. Ну, становится неинтересно. В этом плане как раз выкладывание своих работ в портфолио, ну, там, на стейшн, это то же самое. Ты фидбэк получаешь от своей работы. И тебе дает дальше стимул. Может быть, конечно, не в такой области, как на форумах на каких-нибудь. Ну, конечно, на форумах развернули. Мы хотим, как бы, новый формат сделать вот из этого продукта, не продукта, так. Собрать комьюнити, попробовать проект такой сделать, похожий на форумы, только в новом, более современном формате, чтобы как раз можно было находить единомышленников себе, которые будут тебя спрашивать, ну, что ты сделал, и ты такой, «О, блин, последние два часа адресовывать для файта там что-нибудь». Так можно, да? Да. А ты в файтах участвовал, если то, да? Раньше, да, было дело. Ну, да. Прибегаешь с работы, быстренько, «А, мне надо сделать». Это все, конечно, очень помогает. Да, после стримов я даже стала сейчас выкладывать свои, типа, черкушки, кривые косые. Я уже три предложения работе получила, хотя я не искала никакую работу. Вот, ну… Работает эта тема. Это для тех, кто начинает вообще переставать работать в стол, а выкладывать… Ну, то есть я тоже мало выкладываю, у меня очень много невыложенного. Я сейчас могу хинт такой сказать. Да. Но так как я работаю много на поиске людей, с HR, ну, с рекрутерами, вернее. Вот. Рекрутеров очень много. Блин, что такое? И они постоянно ищут вакансии, всегда много в разных компаниях, и просто тьма. Куда они идут? Они идут по всяким художницким местам, типа артстейшенов, по других каких-то форумов там. Я не знаю насчет Инстаграма, скорее всего, вряд ли они смотрят Инстаграм. Смотрят, мне приходят в Инстаграм. Смотри, они не художники. Нет, русские. Они не художники, они не разбираются в художниках. Ну, вернее, они не рисуют. HR. Рекрутеры. Рекрутеры, да. Пишут в Инстаграм, пишут в LinkedIn. Это иностранные, может быть, наши пока еще. Нет, русские, русские. Я могу тебе показать, да. А русские пишут. Это значит, какой-то продвинутый. Продвинутый, значит. У меня абсолютно не продвинутый Инстаграм, тем не менее. Я имею в виду рекрутеры продвинутые. Рекрутеры брали. Вот. Но артстейшен – это первое место, где смотрят. Вот это сто процентов. Это да. Потом Behance идет. Это точно. Ну, на Behance мало, правда, именно. Behance для дизайнеров. Да. Он потом не идет. Это для дизайнеров. А Девиантарт на каком месте? Девиантарт на самом деле все еще довольно раскрученный. Но серьезных предложений… Я не могу идти периодически. Да. Мне серьезных прямо от компании ни разу. Сколько там дремучих лет я там на нем нахожусь. Ну, может быть, парочку раз. В основном там приходят предложения просто частные… Комещен какой-то, да? Да. А вот чтобы компании нет. На Фейсбуке приходят, на артстейшене, на Инстаграме, вот, LinkedIn такие вот. На Behance приходят, да. Мы, кстати, сейчас воспользуемся каналом. Мы сейчас, кстати, ищем себе иллюстраторов 2D-шных. Рокет-джам. Рокет-джам, да. Если кто-то хочет, попробуй, спешите. Я хочу. Да, пожалуйста. Надоело домики рисовать. Тем более, че ж вы человека мучаете домиками. Вот ты рисуешь, и тогда… Да, у меня сейчас очень важная задача. А может быть, вы найдете кого-то, кто будет домики рисовать? Я и так… Поменяю с местами. Есть же люди, которые любят именно Landscape. А, кстати, у меня тоже есть компании, которые ищут иностранные, которые ищут художников по Landscape. Правда, там инди. Ну, то есть это инди-разработчик. Ну, тем не менее. Они такие классные делают, да? Да. Такие продвижные проекты, которые предлагают что-то новое. Они оплачивают. Это не то, что бесплатная работа. Ну, если что… Значит, изменилось. Да, инди сильно изменилось, да. Инди-разработчик сейчас может перепрыгнуть в ААА-проект очень легко и быстро, потому что ААА – это, по сути, сколько заработала игра. Качество ААА зависит от цены. Вернее, от того, сколько он заработал. Я почему-то… Вот здесь вот какие-то странные тормоза начинаются и пятна на руке странно. Вот это вот, может быть… А, перезайди. Я уже перезаходила. Я не могу руку нарисовать. Может, это из-за того, что я еще рядом нахожусь. Да, от тебя поля такие идут, его плющат умеют. Я такой, наверное, на край сползу. Нет, не надо никуда ползти, пожалуйста, не надо. Я просто забью на эту руку. А я как-то уже даже практически все дорисовал. Да ты, как всегда, слишком быстро, по-моему. Можешь вам мне пистолет прессовать? Ха-ха-ха. А что? Так. Так, я хотела ему что-нибудь на поезд. У него там цепи, какие-то рюкзачки, сумочки какие-то. Пистолет. Сейчас посмотрим пистолет. Да. У тебя револьвер больше. Да. Я могу кинуть рев. Да, у него есть очень прикольный пушку. Обычно из шестизарядник не зайдет. Самый простой какой-нибудь. Ну, стилизованный только. У него есть шестизарядник, но он, у него такая вот пушища. У меня тут просто места маловато. Вот я тебе сейчас схемку нарисую, как пистолет устроен. Хотя, может быть, я сейчас не надо схемку. Я, наверное, вот так вот как раз. Я переделаю сейчас. Еще же есть время? А до скольки, кстати, стрим? Так, ну, мы рисуем где-то уже час сорок. Мне хотя бы минут 20. Минут 20. Я тогда, я уже нарисовал, я поспрашиваю. Так, Артура о чем-нибудь еще интересном. Да. Что ты смотрел из фильмов такого клевого последнего? О, это я могу рассказать. Я тут посмотрел фильм «Напугай меня». Прям очень. Я вот уже порекомендовал моим знакомым, кого я знаю, этот фильм. Это такой немножечко камерный, даже очень камерный фильм, где действие происходит в небольшой избушке, в загородном домике. Там действующие лица всего два актера. Ну, третий еще потом приходит. И они начинают, так скажем, кривляться, пытаясь рассказать друг другу страшную историю. И это очень увлекательно. Правда, у него рейтинг там что-то 5,5, но, видимо, ну, на любителю фильм. Но мне понравилось то, что именно вот актерская игра такая можно понаблюдать, необычная. Вот этот фильм я бы мог порекомендовать посмотреть. Называется «Напугай меня». Круто. А сериалы смотришь? Актеры. Сериал мы сейчас с женой смотрели Шерлока. Шикарный. Ну, не сильно пока что продвинуться. Не понравилось? Где-то на середине второго сезона. Не, клевеньки, клевеньки. Мы просто постоянно ищем что-нибудь. Ну, не как я вырукаю, что не постоянно. Но ищем что-нибудь на вечер, чтобы лечь всем вместе, посмотреть какой-нибудь сериал. Вот хотим на Макдалорце перейти. С шестилетним ребенком, да? Что-то я вылетела... Нет. Нет, у тебя слышно нормально. Нет, я имею в виду из рисования я вылетела. И ссылка где? А, та же самая ссылка. Нет, не, не, продолжай. Sorry, я просто... Артур, ты тут? Да, он тут будет. Да, я всегда тут. Я смешу, что-то тормозит. Так, конечно, сразу не могу еще вспомнить, что я смотрел. Но вот этот фильм мне прям отложился на подкорочке своей атмосферой и стилистикой. А потом планируем еще сходить. Вот сейчас в кинотеатре это идет. Чудо-женщина. Кинотеатр у вас в пандемии нет? Да, у нас. Ну, у нас вроде как работает. Там, правда, ну, чуть пореже ряды, но в целом можно зайти. И Семейка Крутц, вот эта вторая вышла. Рай, Семейка Крутц. Крутяк на эту сцену. Это мой любимый фильм мультик. Семейка Крутц, это просто бест. Да, он очень такой. Там вся наша семья представлена. Некоторые, ну, не вся, нет. Видит некоторые сходства. Некоторые. Прям идеальные сходства. Не знаю ничего. Я там вот этот, который умный. Который... Не который тупой, а который умный. А бать, бать и кто? Этот член команды у нас отсутствует, наверное. Ну, ладно, не все. То есть, все остальные. Не все, да. И уж прям все, все. Так. Я, кстати, тут недавно обнаружил, что у меня снова заработала подписка на этом Bodys and Motion, который я тогда, ну, предлагал спросить у Итана. Не знаю, спрашивал-то ли нет, но у меня почему-то заработало. Может, они, конечно, там что-то поменяли. А я не помню, писал я ему письмо. Я, по-моему, написал ему про твою проблему. Ну, короче, я порадовался, но, как всегда, не стал ничего больше там делать, скетчить. Это, блин, конечно, было круто, когда Гриша не диков с нами еще работал, и мы очень часто с ним, ну, как скетчили, что-нибудь, идеи какие-то придумывали. И у нас было время, когда мы перед работой приходили где-то к 9 часам, и по приложению на телефоне, где там анатомия, смотрели вот эти Body's in Motion тела и разбирали, где какая мышца там идет, и делали наброски. И это, конечно, было круто. Гриша нет, как раз тот человек, который нужен, чтобы вот какими-то такими движухами заниматься с ним. Думаю. Всем нужен Гриша нет. Двигатель? Да, да, всем нужен Гриша. Не знаю, я сама себя всегда очень мотивирую. Да. Гриша нет. Да. Ну вот это, видимо, не как-то мы говорим. Ты и есть Гриша нет. Я и есть Гриша нет. Хорошо, что не Валера. Да. Почему кто такой Валера? Ну, это такой забирательный образ дурачка. Ничего себе. Раньше был... Ну, у меня был друг такой, Валера. Вот такой немного странный, мы над ним стебались. А еще был сериал, где даешь молодежь, по-моему, и вот там был такой дуэт, типа Валера. Там баба и чувак, девушка и мужчина. Валера там все время какую-то херню творил. А женатка, Валера, ну ты что? Ты дебил. Так прям сразу в лоб. Можно же обтекаем и объяснить. У нас нет времени. Осталось мало времени. Нет времени обтекать. Будем обтекать после. Да. Сейчас и закончится. Короче, надо потихонечку это снова вписываться в какие-нибудь движушки. Вот с нами. Вот надо продолжать просто дальше. Стримчики. Это очень прикольно. Ты после этого сможешь картинку выложить. Ты уже рад этой картинке? Или у тебя еще не наступил момент, что она тебе нравится? Ну, кстати, она не такая отвратительная, как могла получиться. Поэтому. Но насчет выкладывать, не знаю, посмотрю. Ну, допиливать я вряд ли, конечно, буду. Потому что мне какие-то проекты доделывать, которые у меня уже начатые, всегда тяжеловато. Ты не доделываешь какие-то свои старые работы? Да. Никогда, да? Можно про меня так сказать, да. У меня очень много таких. Ну, кстати, я сейчас на них смотрю, только говорю, что за треш? Хорошо, что не доделывал. Нужно просто постепенно, постоянно что-то делать. У меня тоже какая-то тема, правда у меня немножко другая. У меня слои начинают скакать. Что? Рисую-рисую, а потом... Ну, у меня бывает такое вот сейчас, что рисую-рисую, а потом, бац, оказывается, что я на каком-то другом слое рисую. А-а-а! Где-то мемы смешные. Смешные... Я ничего не нажимала. Я видела смешные мемы по этому поводу. Как раз, когда... Вдруг обнаруживаешь через пять часов, что рисовал не на том слое. Это такая бомба взорвалась. Ну да. Но здесь просто это связано с чем-то другим. Может, какую-нибудь горячую клавишу нажимаем? Угу. Не знаю. Меня начинает почему-то опять тормозить. А я, кстати, немножечко... А у тебя хороший компьютер, кстати? Нормальный. И как бы для AAA игр хватает выиграть в ультра-качестве. Ну, как еще объяснить? Ну, вообще, я... А у меня такой же, только в два раза лучше. Я просто перед это делаю, под это нормальный комп нужен. Иначе будешь ждать тот же рендер, пока там... Как там в Интерстеллере семь лет пройдет. А что это? Опять же, мем. Типа, как раз у меня дорендерится через семь лет. Окей. Ну, там... Один час равняется семи годам на Земле. И такие... О, как раз у меня рендер дойдет. Клон спрашивает, смотрели ли мы Клауса? Мы-то смотрели. Да, Клаус шикарный. Да. Крутой. Очень классный, очень. Я его, по-моему, в барсе посмотрел или где-то отдыхали недавно. Я первый раз его там посмотрел. Я долго тянул такой. Знал, что очень классный фильм, что его многие рекомендуют, но все что-то... А я Лешу еле уговорил. Да ладно. Да, ты не хотел его смотреть. Я бы сам тоже не начал. Ну, просто мы с дочкой сели, а потом такой, вау, какой он классный. Мы как раз так. Очень каптанский. Ну, я просто люблю фантастику всякую, а тут какие-то Дед Морозы, но нет, фильм классный. Технический. Но у меня понравилось именно картинкой. Картинкой. Шикарно. Да. А он и по сюжету неплохой. Очень стильный. Ну, сюжет меня не удивил, потому что я что-то за год до этого посмотрел фильм какой-то тоже про Клауса. Это какой-то финский или что-то в этом духе. Тоже рассказывалось про зарождение всей вот этой идеи с Клаусом. Там какой-то... Ну, собственно, как и в мультике тоже «Злой дед», который там что-то... Жил один, потом начал игрушки делать. Ну, грубо говоря. Тормоза. Но фильм хороший, кстати, тоже. Я тормоза. Не знаю, видно ли это на видео, как у меня тормозит, но у меня капец тормозит. Нет, не видно. Не видно? Я прям провожу линию и жду, пока она... Это, видимо, сама трансляция. Не просто ж так она обрывалась. Мне кажется, это не трансляция. У меня такое вначале было тоже. Когда у меня было открыто два окна вот с этим. Ну, что, у тебя может тоже два окна? Тоже тормозило. Да, я вроде... Закрой все вкладки, которые у тебя есть, кроме этого. Все. Ну, у меня и туп открыт. Открыт? И туп. Туп. Что, у меня был круче пистолет? Серьезно? Это так написали в этом? Да. А я его не знаю, стерла или нет? А, у меня остался как вариант. Ой. Там. Я почему-то... Ай. Да. В свои надо зайти. У меня остался он... Вот он. Мне показалось, что он просто кривой. Поэтому. А мне новый больше нравится. Он больше соответствует. Да. Он по массе. Единственное, у него там... Дуло как... Не дуло, а рукоятка как-то... Приклад как у винтовки. Угу. Угу. Я пытаюсь... Я у меня просто реф в другом совершенно ракурсе. И я... Как в голове у себя все вместе сложить. Чтобы оно похоже было. Здесь, наверное, попроще надо все-таки себе задачи ставить. Портретик. Да, да. Да. У меня прям глаза на его полезли, когда увидел, что вы там начинаете полноразмерные фигуры. Я хотела сделать просто его таком комиксовым, заливками просто плоскими. Но для такого стиля нужна большая аккуратность. Надо рисовать и все. Я, кстати, когда начинал только рисовать в фодшопе, я в комиксных заливках тоже все это делал. Ага. Первые работы. Рисовал в этом карандашом, а потом просто сканировал. И в таких базах. Постепенно там уже начал потом тоже тени какие-то делать, более плавные переходы. У меня тоже такая первая работа была. Я рисовала маркером ЧБ, которые потом трейсили и делали детские игры в полиграфии. То есть мне надо было очень четким маркером нарисовать такую линию, которую потом просто в вектор переводили. Прикольно. Да. Прикольно. Ребят, у нас где-то 5 минут. Ну ладно. Что-то делать. Постараемся не растягивать стрим. Не, но я-то по сути уже все. Уже все? А я как? Детальки какие-то просто пилю. Я тогда постепенно, ну я, наверное, начну рассказывать то, что у нас дальше будет. У нас планируются стримы вторник, четверг, суббота. Во вторник, скорее всего, Ксюшу Кареву пригласим. Я ее не знаю, так у вас. Ее мало кто знает, у нее нет арстейшена пока. Но просто хочется приглашать разных художников. Крутых, типа артурных, да. И неизвестных, чтобы просто смотреть, какие еще люди есть. Не менее крутые, но просто неизвестные. Вот, поговорить о том и всем. Во вторник, в четверг у нас стримы вечером начинаются. Мы раньше, к сожалению, не можем. Поздно вечером. А в субботу будет спешл гест. Да, спешл гест будет. Будет анонс. Очень крутой. Очень крутой спешл гест. Да, очень-очень крутой. И да, это будет испытание. Я думаю, что он... Не Пол Боннер, а Пол Ричард. Пол Боннер, да. Пол Боннер, конечно же, придет к нам. Если у нас будет хотя бы тысяча подписчиков... Может быть и Пол Боннер придет. Кстати, если вам не в лом, пожалуйста, напишите потом какие-нибудь комменты, любые комменты под видео, чтобы у нас эти видео как-то Ютубом замечались. Да, мы все сказали, надо всякие лайки, звоночки там ставить. Да пофиг че. Если мне сказали передать... Просто какая-то движуха нужна. Такое нужно делать. Да. И тогда мы сможем более крутых чуваков приглашать. И более интересные. Артур к нам и так придет. Да, еще раз. Мы ему шоколадку дадим. Шоколадку дадим. О, шоколадка. Да. Здорово. Ну ты же придешь к нам? Мне кажется, всегда приятно. Ты же еще раз придешь? Я не буду. Тогда тысяча подписчиков будет. В Москву. Да может быть раньше. Дима вчера сказал, Бурмак, что через десять тысяч подписчиков он придет еще раз. Ему, видимо, не понравилось. Да не, он шутил. Он шутил, да. Посмотрите, послушайте. Да, ну мы еще пока даже не знаем, как такое во что это может перерасти. То есть, ну, планы у нас есть, но это, может быть, и какие-то совершенно неожиданные варианты событий. Ну да, пока не. Но, надеюсь, приятно. Да. Хорошо, тогда ну что, закончим? На этой радостной ноте. Ну и, в общем, я чуть-чуть до Польши потом, потому что меня тормозит. Я не знаю, как с этим бороться. Все тогда, да. Спасибо, что ты пришел и нарисовал крутую картинку. О, спасибо, что позвали. И автопортрет, кстати. Классный автопортрет. Да, похоже. У вас, кстати, тоже. Улья, у нас же нос красивый. Да. Как из реальности такой же. Вот. Хорошо. Надо было тень. Всем спасибо, кто смотрел, кто пришел. И то, что у нас был разрыв. Вот этот потом мы заново переводили. А, sorry. Спасибо большое за поддержку. То, что нам это помогает продолжать делать стримы, приглашать кого-то. И подписывайтесь на канал. Дискорд, заходите, рисуйте вместе. Мы все это делаем, чтобы мы рисовали сами. И чтобы вы тоже рисовали. Чтобы меньше отвлекались на всякую фигню. Вот. Из-за липашки. Все. Всем спасибо. Всем хэй, ржбей. Спасибо большое. Приятного вечера. Как говорится.